Танцевальный венок, сплетенный из разных культур. Так позиционирует себя этностудия Буинхан в Москве. Уже 12 лет наши земляки и приезжие из Калмыкии, Тувы и многих других регионов России показывают свои традиции через танец. У нас уже такой единый общий коллектив. Мы уже думаем одинаково, делаем одинаковые действия, не сговариваясь друг с другом. Ну, в общем, это такая частичка родины в большой и шумной Москве. Весной каждый год проводим большие сольные концерты. Это самое крупное мероприятие для нас. Мы готовим новые номера, чистим старые, собираем программу и репетируем бесконечно, шьем костюмы. Руководитель этностудии Эржена Буинтуева родом из Джидинского района, но уже много лет живет в Москве. Сейчас в Буинхане занимается около 80 человек. Всего 5 групп – для детей, подростков и взрослых. Это вот основной зал, где занимаются, ну, можем пройти, да? Основной зал, где занимаются сейчас у меня дети. Шумят дети. Наши танцы до глубины души проходят вовнутрь человека. Это частичка нашего народа, нашей культуры. И если мы будем это осознавать, с этим жить, то будем помнить об этом. Здесь вот основные ребята занимаются барабанами. У нас порядка 12 барабанов мы вот закупили в Монголии. Это вот наша святая святых, где вот костюмы, барабаны, бубны. Все эти костюмы практически сшиты одними руками. Это мама моего мужа. У нас в репертуаре около 30 танцев. В нашем репертуаре студия, ну, и детских, и взрослых, конечно же. И вот все эти танцы у нас обшиты. За время существования Буинхана в Москве прошло пять сольных концертов этностудии. Этой весной жителей и гостей столицы ждет еще одно большое выступление. Дарья Белева, Байрдугаров, телекомпания АТВ, из Москвы.